Приветствую вас! У меня сложилось ощущение, что вы не дописали немного свой вопрос, потому что, ну, во-первых, у вас нет точки в конце, а во-вторых, вы только написали в доголовке, то есть из этого я делаю вывод, что, вполне вероятно, свой вопрос вы написали не целиком, и, соответственно, ничего вы не спросили у нас. Из того, что вы уже изложили, можно сделать вывод, что ваши отношения переживают кризис, долго из вас никто не мог принять решение о том, чтобы создавать ваши отношения. Вы также ранее устраивали истерики, судя по всему, наверное, хотя это только предположение, дело в том, что не просто же так вы упомянули истерики, и то, что мужчина может бояться, значит, он боится чего-то того, что уже было, ведь нельзя бояться того, о чем ты не знаешь. Значит, соответственно, вы устраивали истерики, тут первый вопрос, для чего вы это делали, почему вы устраивали истерики, зачем вы пытались привлечь к себе его внимание, я имею в виду внимание мужчины, может быть, вы в чем-то не уверены в себе, может быть, у вас есть какие-то сомнения в себе и так далее. И дальше, значит, вы просите от мужчины такого четкого ответа на свой вопрос, если бы он вам написал, что, ну, ваше отношение закончено, например. Чтобы он поставил точку, то есть вы перекладываете на него ответственность за то, чтобы он закончил ваши отношения. То есть смотрите, как получается, решили прекратить отношения вы, а написали ему, чтобы он сказал, что все кончено. Непонятно, если вы решили прекратить отношения, что мешало вам сделать это в одностороннем порядке. Что мешало вам, по сути, само написать мужчине, что прости, дорогой, меня не устраивает твое отношение, я решил с тобой как бы перестать общаться, поблагодарить его за моменты, которые он вам подарил, и все. Почему вы решили переложить ответственность за принятие этого решения на него, хотя решили вы? Не очень понятно. Ну и дальше он написал привет и пожелал вам счастье. Это означает, что мужчина, вообще говоря, относится к вам неплохо, но по каким-то причинам считает, что счастливый вас сделать он не может. И вы знаете, момент здесь в том, что у него могут быть на это основания совершенно разные. У него могут быть на это основания перспективные. То есть, речь идет о том, что, ну, мужчина как бы понимает, что он не способен дать вам то, что вы хотели бы получить. И как бы он пытается как-то вот над собой работать, да, он пытается как-то стать лучше, но у него это не очень получается. И из-за этого он от вас отдаляется, потому что вы для него, ну, как бы, как бы символ, по сути, того, что он не может сделать. Символ того, что он не способен. А мужчине, конечно, это не нравится, и из-за этого он ведет себя с вами не так, как вам бы хотелось, я полагаю. То есть, это момент один. Другой момент заключается в том, что вполне может быть, что человек не верит в то, что может изменить. Не верит в то, что может дать вам нужное вам то, чего хотите вы. И вот это отсутствие веры в нем, отсутствие уверенности, что он может дать вам то, что вы хотите, ну, вообще-то говоря, является негативом. Является следствием наличия уже у него некоторых комплексов и уже у него некоторых проблем. И если он, мужчина, хочет эти свои проблемы решать, а любую проблему, в принципе, решить можно, было бы желание, да? Если он хочет свою проблему решать, то это одно. Но если мужчина ставит на себе крест, то это очевидно значит, что проблему он либо не видит, либо считается с ней не справится. Это деструктивное отношение его к себе самому, и здесь вы на самом-то деле бессилны. То есть, либо вы принимаете человека вот таким, да, какой он есть, то есть, таким вот неуверенным в себе, там, и так далее. Либо вы уходите от него и ищете другого. Судя по тому, что вы написали, можно говорить о том, что вы все-таки до конца его не принимаете. Вы не принимаете мужчину с его отношением к вам, к себе. И значит, он вам не подходит, но он такой, какой он есть. И то, что он делает вам сейчас, и говорит о том, что он, вообще-то говоря, хочет, чтобы у вас было все хорошо. С ним или без него, но чтобы у вас было все хорошо. И именно к этому он и стремится, к тому, чтобы у вас было все хорошо. Да, он не хочет откровенно признавать свое поражение. Но давайте подумаем, а так ли вам это нужно? Так ли вам нужно, чтобы у мужчины сказал все, все кончено? Ведь это очень сложно, это очень тяжело признать, что у него не получилось. И зачем вы просите, хотите, чтобы он это сделал, чтобы он наступил на себя, чтобы он, по сути, унизился при названии слабость, мне тоже непонятно. Что вам это даст, если вы сами уже решили отношения завершить? Постарайтесь ответить на этот вопрос. Я думаю, что на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!